Хибины 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 – это крупнейший горный массив на Кольском полуострове в Мурманской области. Вершины платообразные, склоны крутые, с отдельными снежниками. Высшая точка – гора Юдыч-Вумчор, высотой 1200 метров над уровнем моря. В центре расположена плата – Кукис-Вумчор и Чесночор. У подножья расположены города – Кировск и Апатиты. Хибины – это очень туристические места. Тут много различных троп и интересных маршрутов, как по долинам рек, так и через перевалы. В общем, это очень красивое и интересное место, как для знакомства с горами, так и для продолжительных пеших походов. Рассказ про этот поход я начну с заброса. С Нижнего Новгорода до Хибин нет прямого поезда, поэтому мы едем на Стрижен с пересадкой в Санкт-Петербурге. Цена – 8170 рублей на двоих – это сидячие места. Этот путь мы начали 7 августа. Около 11 часов утра пришел поезд. А уже в 20.00 мы были на Ладожском вокзале, в северной столице. Полтора часа ожидания, и на новом двухэтажном поезде мы едем дальше. Этот поезд чисто купейный. Мы полностью выкупили номер. И это нам обошлось в 12 590 рублей. Ехать нам 21 час и 15 минут. И мы выйдем на станцию Имандра. Вот так вот выглядит наша купешка. Мы ее выкупили полностью, едем вдвоем. Едем на втором этаже. Сразу хочу показать, что тут вообще неудобно. Так это вот верхние полки. Тут вот такой скос идет. Места вообще не особо много. Но это еще как бы ладно, полбеды. Самое такое неприятное, что тут вообще некуда поставить рюкзаки. Места вообще нет. Обычно тут можно убрать рюкзаки, но здесь такого вообще нет. А так в принципе тут есть кондиционер, розетки. Это как бы уже должно быть сейчас уж 100% везде. Тут места вот столько, но мы еще ничего тут не клали. Но самое что еще неприятное. Вот с этой стороны туда вон лежит бак. Устройство для эвакуации. Вот сколько занимает место. Это вообще конечно. То есть если тут вот мы бы взяли два места, еще бы народ был бы с вещами, то рюкзаки было бы ставить можно сказать вообще негде. Покидаем Кандалакшу. Вот такая вот красота. Курумная каменная река какая-то. А рядом вот такие вот сопки и небольшие горы. Время без десяти шесть. Буквально минут через пять подъедем в Апатита. Именно там мы будем заканчивать наш поход. Но сегодня нам надо будет доехать до Имандра. Это еще примерно минут сорок. После Апатита. Вот как раз вот этот отрезок от Апатита до Имандры. Там будут хибины. Сейчас будем проезжать вот эти горы. И посмотрим хотя бы вот небольшой отрезок, где мы будем идти. Вот вообще в какой местности. Рюкзаки вот у нас уже собраны. Все в принципе готово. Вещи уже все отданы. Остается совсем немного и наш поход начнется. Вон уже горы виднеются. Немного. Вот они горы. Красота. Все, поезд уезжает. Вот еще на том конце вот этой платформы видна группа большая, похоже. Наверное, тоже идут. Примерно таким же путем. Все, вот он, поезд уезжает в Мурманск. Но наш поход начинается. Сейчас мы находимся в селе Имандра. На одноименной железнодорожной станции. И именно отсюда начнется наш пеший туристический поход. В горы. В хибины. Многие туристы начинают свой путь именно здесь. И мы не исключение. Мы впервые в этих местах. Да и в продолжительный многодневный горный поход я не ходил. Тут мы планируем провести 10 дней. Ну, на крайний случай 12. Маршрут у нас в какой-то мере ознакомительный. Сначала мы пойдем вдоль реки Гольцовки. Потом переходим на ее приток. Речку Манипахк. И идем в Верховье. Через перевал Северный Чоргор переходим в долину реки Куньёк. И там базируемся на несколько дней. Осматриваем ближайшие красоты. Озера. Водопады. И перевал Южный Речер. А также посмотрим где находится база МЧС и гостиницы. А после этого пойдем на юг. В город Кировск. По основной дороге тех мест. Через озеро Сердцевидное. Длинное. И Малый. И Большой Вудьявор. Примерный километраж этого похода должен получиться чуть более 90 километров. Сегодня погода нас радует солнцем. На улице не жарко и не холодно. Идти очень приятно. Особенно после нашей погоды. Температура у нас в Нижнем Новгороде очень часто в этом году была за 30. А иногда и за 35 градусов. И понятное дело, что при такой температуре далеко не уйдешь. Покинули мы окрестности Имандре. Сейчас двигаемся в сторону речки Гольцовка. Вот впереди видны горы. Иногда идут вот такие вот небольшие холмы, спуски, низины. Вот нам еще примерно около двух километров до этой речки. Вот в этой низине ветра практически нет. И налетели комары. Их конечно не особо много, но все равно чувствуется то, что они вот летают рядом и тебя понемногу кусают. Здесь идет вот такой вот сосновый красивый лес. И вот в некоторых местах лежат такие вот большие валуны. Дорог вот в этом направлении много. Сейчас вот одна соединилась с другой. И стала такая более приятная. Видно, что тут иногда ездят. Вот возможно даже увидим кого-нибудь там на автомобиле. Вот такая вот здесь шикарная дорога до речки Гольцовка. Хороший такой хвойный лес. Обалденные запахи. Местами растет брусника. И скорее всего где-то должна быть черника. В общем идти здесь пока что интересно. Метров через 450. Вот судя по карте по maps.me. Там написано то, что находится какой-то кемпинг. Сзади нас идет большая группа. Возможно они идут именно туда. Ну а мы посмотрим, что там будет находиться. Подходим и к речке Гольцовке. Здесь вот уже ее долина. Идет спуск вниз. И уже очень хорошо слышим шум реки. Сейчас туда спустимся. Возможно пройдем чуть-чуть подальше. Так как здесь вот где-то находится кемпинг. Найдем более-менее такое подходящее место для лагеря. И там будем ночевать. Вот мы подошли к речке Гольцовке. Вот так вот она здесь выглядит. Вот видно то, что на ту сторону тоже перебираются туристы. Здесь идет вот такой вот порог. Все в камнях. Но нам надо не сюда. Мы вот сюда подошли. И нам надо идти как бы вот левее. Здесь вот находится то ли какой-то кемпинг. Как вот написано в навигаторе. Там забор. Сейчас подойдем и посмотрим это место. Но потом все равно пойдем как бы дальше. Вдоль речки Гольцовки. Вот рядом с речкой находится вот такое здание. Дальше вот как бы есть тропа. Сейчас попробуем подняться туда наверх. И посмотрим куда нам идти. Пытаемся сейчас найти очередную тропу вдоль реки. Пока что мы ее потеряли. Речка вот буквально тут в 10 метрах от нас. А тропы почему-то нет. Тропу нашли очень быстро. Стоило нам подняться вот с этих курумников немного в лес. Вот тут такой сосновый бор красивый. Как сразу вышли вот на такую хорошо пробитую тропу. Буквально вот через минуту мы вышли на такую вот оборудованную стоянку. Вот здесь находится столик. Костровище. Скамеечки. Здесь вот может расположиться большая группа. Поэтому решаем то что сейчас пройдем еще немного. Потому что за нами вот идет большая группа. Возможно они встанут именно здесь. В общем чуть-чуть еще пройдем. Наверное несколько сотен метров. Найдем более-менее нормальное место. Потому что нам много места не надо. Нам просто надо чтобы одна вот небольшая такая ровная площадочка была. Чтобы поставить палатку. И был удобный спуск к воде. В принципе это вот все требования которые нам нужны. Двигаемся вдоль реки дальше. Вот здесь обнаружили еще одно потенциальное место для стоянки. Старое костровище. Вот тут такая полочка. Конечно не совсем ровная. Шум реки. Вот она буквально в 5 метрах от нас. Очень здесь конечно громко. Течение быстрое. Очень минус этой стоянки. Она вот можно сказать находится вот на тропе. И вот еще буквально тут метров 15 и идет лесная дорога. В общем мы решаем пройти еще немного. Время без 28. За сегодня прошли 2 километра и 700 метров. Рядом обнаружили еще одну стоянку. Это можно сказать одна из лучших. Пока что вот мы здесь ходим. Видно то что тут стояли большие группы. Местность такая вытоптанная тут. Вот кострище на берегу. Костровище еще одно. Но в общем тут мы как раз расположимся. Решаем на этой стоянке не останавливаться. Так как вот буквально в 50 метрах от нас. В этом лесном массиве находится вот большая группа туристов. Скорее всего то они были в поезде с нами. Пройдем сейчас по тропе буквально метров 100. И там находится просто шикарнейшая стоянка. Идти по такой хорошо пробитой тропе одно удовольствие. Ориентир известен. Это река. Даже можно не пользоваться навигатором. Тут и так все понятно. Лишь иногда мы сверяемся и смотрим где находимся. Либо смотрим сколько за сегодня прошли. Прямо вдоль тропы растет ягодник. Где-то брусника, а где-то черника. Но ягод либо не видно совсем, либо их очень мало. Вот такая вот тропа проходит вдоль реки. И буквально вот метров через 50 будет хорошая стоянка. Вот такая здесь шикарная стоянка. И кострище с лавочками и столик вот тоже с лавочками. Место просто обалденное. Рядом как раз вот река, гольцовка. Как мне кажется мы правильно сделали то, что отошли от группы. Потому что особо ночевать рядом смысла никакого нет. Но лучше будем где-то вдвоем. Хоть недалеко от них, но все равно чтобы друг друга не видеть. Будем сейчас обжевать это место. Поставим палатку. И вскоре будем готовить еду. Находиться в этом месте очень приятно. Эта стоянка позволит с комфортом влиться в поход. Сейчас 8 часов по московскому времени. А солнце еще очень высоко. Хоть белые ночи идут на убыль. Но все равно еще на этом пару часов точно будет светло. Возможно даже еще и побольше. Вот такой кольский житель ползает по моему рюкзаку. Немного кусают комары. Особенно в лесу. Ветра здесь нет. Но нельзя сказать то, что комаров много. Пока что находиться тут очень даже приятно. Вот так вот выглядит наша палатка на этой стоянке. Решили ее поставить вот рядом со столом. Здесь более-менее такое вот ровное место. Хотя все равно конечно кочки есть. И вот именно в этом месте скорее всего много палаток не поставить. Так как здесь конечно и особо много места нет. И местность такая вот совсем неровная. Очень много валунов находится вот на этой стоянке. И немного вот солнце заходит за горизонт. И в связи с этим у нас холодает. Когда мы сюда пришли было где-то 21 градус. Сейчас вот уже 17,1. 64 процента влажности. Полдесятого мы начинаем кипятить воду. Будем сегодня готовить гречу. Гречки у нас сушеное мясо. Ну а потом по кружечке чая. Костер разводить не будем. Все готовим на газовой горелке. Кстати температура опустилась. Наш термометр показывает 15 градусов и 4 десятых. Вода закипела. Два пакетика с гречкой опустил на дно котелка. И теперь минут 20-25 и мы будем ужинать. Вечер на реке Гольцовки. Приготовили ужин. У нас сегодня гречка с сушеным мясом. Поставили вот еще один котелок. Тут готовится чай. Сейчас время уже 11-й час. А еще до сих пор светло. Но скорее всего наверное потемнее. Возможно будет прям ночь. Посмотрим. Температура сейчас опустилась. Термометр показывает 13,5 градусов. Я вот надел флисовую кофту и легкую куковку. И так вот находиться прям очень комфортно. Сейчас будем ужинать. Попьем чай. И после этого пойдем спать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается новое утро. Сегодня второй ходовой день. И 9 августа. Подъем у нас примерно в 9 утра. Сейчас будем делать утренние процедуры. Начнем постепенно собираться. Перекусим. Попьем чай. И после этого пойдем дальше. Погода с утра сегодня просто замечательная. Сейчас вот в палатке было 16 градусов. А ночью где-то часа в 4 было прям по-настоящему холодно. Где-то 10 градусов показывал термометр в палатке. Скорее всего на улице было еще холоднее. Может градусов 7 или 8. Но в спальниках спалось нормально. Вроде как мы ничего не замерзли. Сначала я спал просто в трусах. Потом уже после 4 часов я все-таки немного приоделся. Одел термоштаны, термокофту и флисовую кофту. И спалось после этого вообще отлично. Первая наша ночь прошла на реке Гольцовка. Ее длина всего 17 километров. Она берет начало в западной части Хибинских гор. Ширина реки внизу около 22 метров. Глубина в районе 70 сантиметров. Дно каменистое. Эта река впадает в озеро Большая Иммандра. Основные притоки это Чесноёк и Манипах, вдоль которого мы сегодня и пойдем. А это наш дальнейший путь. Сегодня мы весь день будем идти в зоне леса, постепенно приближаясь к горам. С другой стороны низовья Гольцовки прослеживается огромное водное зеркало. Это и есть озеро Большая Иммандра, на берегу которого и находится село с одноименным названием. Время 11 час. Мы начинаем сейчас готовить завтрак. И вот заодно просушиваем вещи. Вот рядом с палаткой на заднем фоне лежит тент. Тут сушится пуховый спальник. Но чуть попозже я буду сушить еще свой спальник, в котором спал. Вот так вот выглядит наша палатка изнутри. Спали мы на обычных ковриках, а сверху были уже надувные коврики. Один, правда, немного приспускает, но все равно. Часа на четыре его хватает. Сегодня у нас на завтрак пшено. Вода закипела. Опустил я два пакетика. Теперь они будут готовиться. А это наш сегодняшний завтрак. Пшенная сладкая каша. И кто хочет еще, в прикуску ест с сушеным мясом. Ну вот, постепенно начинаем собираться. И вот недалеко от нас проходит большая группа, которая стояла совсем рядом с нами. Наверное, человек 15 точно там есть. Время 13 часов дня, и мы покидаем нашу стоянку на реке Гольцовка. Сегодня будем двигаться в верховье речки Манипах. Примерно она будет пройти за сегодняшний ходовой день около 10 километров. Будем идти вдоль рек. Ну и примерно это расстояние должны будем пройти. Часа может за четыре, может быть за пять. Где-то в районе этого. Погода сегодня чудесная. С самого утра светит солнце. И температура около 21 градусов. Наши рюкзаки собраны. Пора отправляться в Кузь. Сегодня мы уже будем приближаться к горам. Сейчас высота где-то 170 метров. Наверное, метров 200, а может быть даже 300 за сегодня мы должны будем набрать. Вот такая вот интересная тропа проходит прямо вот рядом с рекой. Слева от нас есть еще одна другая дорога. Но они идут, можно сказать, параллельно друг к другу. Тропы и дороги периодически вот соединяются друг с другом. Очень здесь интересно идти. Виды просто нереальные. Вот на тропе такие вот волны. А в лесу находятся просто вообще гигантские огромные камни. Например, вот такой вот тут есть. Выглядит это все нереально красиво. Вот попалась первая стоянка за сегодня, которая вот шла практически сразу же после нашей. Буквально метров через 200. Видите? Здесь получается такой высокий спуск. И вот такой вот вид открывается на эту стоянку. А дальше тропа уходит вот немного вверх. И показался вот такой вот подъем. Вот такая вот каменная дорога проходит вдоль реки. Сейчас вот немного мы от речки, можно сказать, отошли. Шум воды уже не так слышен. Хотя все равно будем находиться постоянно рядом с ней. Тропа постепенно начинает спускаться снова вот в долину реки. Речка вот уже слышна, более отчетливо. И здесь вот на тропе есть небольшая лужа. Но в целом идти здесь просто отлично. Преодолели за сегодня уже километр и 400 метров. Вот эта вот тропа постоянно, можно сказать, идет вдоль реки. Слышен шум. Идти здесь, конечно, очень интересно. Местами ширина тропы просто удивляет. Туристы большими гробами тут ходят часто. Хотя пешая дорога не всегда такая широкая. Камни под ногами тут встречаются часто. Но на скорость движения это особо не влияет. Но под ноги смотреть надо. Вот идем мы здесь идем. Повсюду, вот что справа от нас, что слева, везде вот ягодник. Либо вот брусника, либо черника. Но самих ягод здесь вообще нет. Возможно, вот где-то в глубине, вот на склоне, или чуть там подальше от самих вот этих лесных троп. Может быть там ягоды и есть. Но вот пока что мы идем, мы их не видели. Зато вот в самой Имандре, вот в самом населенном пункте, прямо вот рядом с частными домами, просто растут ягоды. Было довольно таки так много брусники. Вот такой вот интересный момент. Понемногу лес изменился. Сосновый бор остался вот чуть позади, вместе с такой хорошей тропой. Немного спустились в низину. И здесь вот есть такая оборудованная стояночка. Место довольно приятное. И позади находится просто огромный валун. Вот он на дальнем фоне. Просто вообще громадный камень. Лесная тропа вновь приблизилась к речке Гольцовка. Много у вас здесь всяких стоянок. Вот еще одна попалась в красивом сосновом бару. Правда, площадка здесь небольшая. Но зато вот лежит чайник, туристы могут воспользоваться. А рядом вот еще видно костровище. И такая вот совсем небольшая стоянка. И вот рядом прям шумит река. Вот это место, про которое я говорил. Вот костровище есть. Небольшая скамейка. Запас дров. А вот рядом находится стояночка. Немного посолидней и побольше. А вот так вот здесь выглядит река Гольцовка. Протяженность у нее совсем небольшая. Но здесь вот мощное течение. Идет порог. Кругом камни. Как большие вот, так и маленькие. И скорее всего по ней либо редко, либо вообще, наверное, не сплавляется. Потому что протяженность ее совсем небольшая. Вскоре показался вот такой вот мост. Здесь находится какой-то приток Гольцовки. Сейчас будем перебираться на другую сторону. Постепенно, не спеша набираем высоту. Конечно, она еще смешная. И до перевала нам идти очень долго. Зона леса будет тянуться несколько километров. Наш ближайший ориентир – это река Монипарк, приток Гольцовки. Именно до туда мы и хотим дойти в первую очередь. Конечно, ночевки там не будет. Мы пойдем дальше, вдоль реки. Ведь за сегодня нам надо будет пройти около десяти километров. Но при этом мы еще будем ночевать в лесной зоне. Места опять постепенно начинают меняться. Волуны остались позади. Ну и скорее всего будут впереди. А здесь, на тропе, вот повсюду корни деревьев. Идти надо аккуратно. Потому что есть большая вероятность, что можно споткнуться. И вот снова показалась очередная переправа. Там сделан такой небольшой импровизированный мост. Первые витамины в этом походе. Вот попалась черника. Ее, конечно, не совсем много, особенно вдоль тропы. Но все равно ягодки уже есть. Это радует. Верховья реки Гольцовка. Вот очередной порог идет. А тропа понемногу, но поднимается вверх. Вот такой вот здесь уклон. Вот очередная стояночка. Тропа. От основной дороги к стоянке. Наверное, спуск в воде неудобный. Хотя, скорее всего, вот тут вот. Где-то ходят люди. Нормально, в принципе. Вот, кстати, уже горы показались другой стороной. Начинают прослеживаться. Поднимаемся все выше и выше. Верховья Гольцовка. Время два часа. За сегодня мы уже преодолели около трех километров. Идем вот совсем не торопясь. Останавливаемся. Фотографируем. И любуемся природой. Сейчас тут немного посидим и пойдем дальше. Очередная остановка на Гольцовке. Но мы уже близки к устью. Остается совсем немного до слияния двух рек. После перерыва возобновляем движение. По этой тропе до притока Гольцовки реки Манипах нам идти примерно 1 километр и 700 метров. Очередное красивое место. Идет тропа, шум реки и слева находится огромный валун. Вышли вот на такое прекрасное место. Здесь находится несколько стоянок. Вот слева от тропы. Справа тоже есть большая площадка. Можно сказать оборудованная стоянка. Да, туристы здесь бывают часто и большими группами. А мы уже постепенно приближаемся к притоку речки Гольцовка. Идем мы идем дальше в горы. И нас все время сопровождает хорошая такая натоптанная тропа. Даже есть ощущение, как будто мы находимся в парке. Практически подошли на слияние двух рек. Вот где-то буквально метров сто от нас должна будет находиться стоянка. Ну и здесь сливается Гольцовка и Манипах. И именно вот по второй реке мы будем подниматься выходом. А это мы уже подходим к устью. Как видно, тропа идет без изменений. Кругом красивый лес на фоне горы. Находимся в устье двух рек. Вот это вот течет Манипах. Именно вон туда мы будем подниматься. Вот прослеживается тропа. И вот он соединяется с Гольцовкой. Вот так вот это все выглядит на дальнем фоне. Показались горы. Место красивое и очень интересное. Ну и само собой здесь находится вот такая вот приятная стоянка. Вот с речки Гольцовка выходит какая-то группа. Человек 6-7. Может даже немного побольше. В устье Манипаха находится вот такая вот стоянка. Развод костровища. И впереди похоже тоже есть какое-то костровище. Места здесь очень обжитые. Вот уже второй ручеек попался на нашем пути вдоль речки Манипах. Вот его преодолеем. И дальше вот уже вновь прослеживается тропа. Идти вдоль Манипаха немного сложнее. Периодически встречаются вот овраги. Какие-то ручьи. Но в целом тропа везде есть. Поэтому более-менее все проходим легко. Вот такая здесь картина на этой реке. Идет вот такой мощный порог. Речка совсем небольшая. Но в некоторых местах, как вот здесь справа, вот такой небольшой водопад. Скорее всего это маленький приток Манипаха. Пока что вот горы, можно сказать, скрытые за лесом. Но я думаю, очень скоро мы их начнем все чаще и чаще видеть. Практически сразу же, можно сказать, мы уперлись в скалу. В большой холм. Вот так вот он выглядит. Вот идет крутой такой подъем. Сейчас будем подниматься. Обалденный вид открывается. Немного поднялись на холм. Снизу вот течет речка Манипах. А тропа обходит вот этот вот такой спуск, склон. Так и будем двигаться дальше. Верховье это реки. Мне кажется, там внизу тоже можно было пройти в Антропку. Ну там опасненько. Ну тут все равно же и тут ходит, и тут кто везде. Поэтому пойдем уже по верху. Остановились мы на второй за сегодняшний день привал. Всего прошли пять с половиной километров. Сейчас мы находимся в долине речки Манипах. Можно сказать, поднялись над ней. Находимся на такой вершине, на скале. Сама река находится в низине. Вид на нее открывается очень такой красивый. Вот она течет в низине. Дальше вот видны горы. Местность здесь вот обалденная. В основном растет сосновый лес. Ну и тропа вот идет так дальше и дальше. И скорее всего еще тропа есть внизу. Нашли здесь неплохую полянку с черникой. По-быстрому вот набрал горсть такой вот спелой вкусной ягоды. Ну и немного подкрепимся витаминами. Обалденно. Небольшой отдых и идем дальше. Без 10.4 возобновляем дальнейшее движение. Судя по карте, до начала гор и конца лесной зоны остается примерно три с половиной километра. Буквально вот в 50 метрах от того места, где мы отдыхали, находится вот такая шикарная стоянка. Видно тут несколько кострищ. Вот лежат такие импровизированные бревна. На них можно сидеть. Выполняют функцию лавочки. И вот тропа идет дальше и дальше вдоль вот этой горной речки. В речку Манипак впадает вот какой-то приток. Тропа резко повернула вдоль этого притока. Поднимается вот так вот на возвышенность. Вот и скорее всего это все будем обходить. Вот в таком ущелье течет вот этот вот его приток. Он совсем небольшой. Но обрыв здесь впечатляет. Обходим мы небольшой ручей. Вот он находится в таком вот небольшом ущелье. Ну и скорее всего тропа как-то будет его огибать. Вот и потом будем двигаться дальше вдоль Манипака. Первый приток мы прошли без проблем. Все очень легко тут проходилось. Теперь начинаем спуск вниз. Вот так вот выглядит дальнейшая тропа в долину речки Манипак. Тропа здесь проходит вдоль красивого склона. Вот он идет слева от нас. Как обычно тут есть большие валуны. Справа течет река. Горы конечно немного прикрыты деревьями, но все равно вид очень красивый. Одна из троп вот шла практически все время внизу. А мы как бы все это огибали сверху. И вот сейчас эти две тропы будут соединяться. Шикарный вид реки здесь. Огромные валуны как обычно. Мощный порог. А рядом с тропой растет брусника. Очередной вот спуск вниз. А рядом находится хорошая стоянка. Вот она расположилась в таком месте. Сосновый лес. Большие деревья стоят. Кое-где конечно маленькие. Но место для стоянки здесь просто отличное. Вот только прошли ручей, поднялись на возвышенность. И сразу вот на тропе встретился лосиный помет. Все-таки звери тут есть. Очередной маленький ручей пройден. Конечно он совсем не сравнится с которым мы проходили совсем недавно. Там прям был такой обрыв, яма, снизина. А здесь все проходит очень даже легко. Но дальше должен быть еще наверное один ручей, возможно два. Подходим к очередному небольшому притоку Манипакха. Вот уже видна вода и большие камни. Похоже, что все легко проходится. Вот тропа сразу немного от этого ручья отходит. Поднимается на возвышенность и идет дальше. Постепенно мы все приближаемся к горам. И в верховье Манипаха вот уже впереди виднеется какая-то горка. Повсюду вот стекают различные ручьи. Местами тропа сырая. Но это конечно очень так локально. В основном все сухо и идти можно без проблем. Продолжаем свой путь. Продолжаем свой путь. Здесь горы понемногу к нам приближаются. Хотя еще конечно они далеки. Идем до сих пор в зоне леса. Лес должен кончиться, судя по карте, ну наверное километр через три. Где-то так. Проходим очередную симпатичную стоянку. Вот так вот она выглядит. И она находится прямо на берегу реки. А мы сейчас продолжаем двигаться в верховье. И наверное где-то через километр должен будет быть водопад. Будет интересно на него посмотреть. И если верить навигатору, то где-то недалеко от него должна будет быть стоянка. Это берем на заметку. Возможно именно там мы и заночуем. Ведь похоже дальше никаких потенциально хороших стоянок нет. По крайней мере так нам показывает карта. Вот такая вот интересная тропа. Ведет нас вдоль речки. Поднимается наверх. Шум реки хорошо так слышен. И тропа такая довольно таки крутая. Постепенно открываются хибины. Вот такой вот шикарный вид. Речка Манипах. Течет прям вот совсем близко от нас. А мы похоже постепенно начинаем углубляться в горы. Вот они уже видны. А слева находится вот такая вот возвышенность. Возможно тропа поведет нас именно туда. Хотя посмотрим. Конечно дорога нас туда не повела. Но именно вот это место запомнила. Тут пешая тропа немного опасно проходит над рекой. Как бы получается справа крутой обрыв реки. Конечно на видео это не чувствуется. Все эти эмоции от прохождения можно получить именно там, пройдя все это на своих ногах. Но на самом деле тут нет особых сложностей. Места для прохождения хватает. Главное смотреть под ноги и не торопиться. Просчитывать каждый шаг наперед. Тогда все пройдет отлично. Эта тропа не опасна. Но именно это место впечатлительных людей может вызвать испыть. Вот такая вот неприятная и немного опасная тропа проходит в этих местах. Спускаемся вот в такую низину. Здесь должен быть приток. Но как-то очень сухо. Воды совсем не видно. Но тропы есть. Вот одна идет как бы налево. А другая вот направо. И нам надо именно туда. Идем вот в эту сторону. Вот уже такие шикарные виды нам открываются. Горы становятся все ближе и ближе. Вдоль этой речки мы так по-прежнему и идем. Вот так вот здесь проходит эта тропа. До водопада остается примерно 420 метров. Подошли к очень интересному месту. Идет спуск вниз. И здесь вот находится водопад, который называется Ущелье Жизни. Мы вот будем проходить через ручей, который вытекает скорее всего с этого водопада. А он находится вот где-то там. Возможно его даже увидим. И вот дальше идет такая вот тропа. Подъем. И где-то рядом должна будет находиться стоянка. Время пол шестого. За сегодня мы прошли 8 километров. Находимся вообще в красивейших местах. Вот здесь протекает речка Манипах. Вот именно вдоль нее мы шли. Вот так она течет в Верховье. И здесь вот повсюду горы. Тропа вот так проходит дальше. И вот завтра мы пойдем именно туда. Будем как раз двигаться через перевал. Вот такие здесь интересные виды. По карте здесь показана стоянка. Стояночка есть, но конечно так себе. Вчера было лучше. Стоянка находится вот буквально метрах, наверное, в 20 отсюда. Сейчас туда пойдем и будем ее осматривать. Вот в таком месте мы будем сегодня ночевать. Здесь вот есть кострище, но им пользоваться мы не будем. Вот уже сушится моя сырая майка. А вот где стоят рюкзаки, там есть ровная полочка. И там будем ставить палатку. Переводим взгляд немного левее. Там находится водопад. Именно там мы будем брать воду. Вот так вот выглядит наш лагерь на фоне Хибинских гор. Уже поставили палатку. Попили кофе, чай. Сейчас будем делать суп. Начинаем кипятить воду для супа. Там буквально минут через 6 должна будет закипеть. А я пойду наберу бутылку воды. Вот от нашей стоянки проходит такая вот хорошая натоптанная тропа. Вниз в ущелье, вот где находится водопад. Тропа ведет немного вверх вот этого вот водопада. Тропа пологая, хорошая. Видно то, что по ней люди часто ходят. Вот прям отлично здесь идется. Вот уже показались такие каменные плиты. где и протекает вот небольшой ручеек, который вот буквально через несколько метров образует небольшой, но интересный водопад. А вот так вот выглядит вверх, если идти по этому ущелью. Возможно, кстати, сам водопад, он вдали. Место, конечно, очень красивое. А воду я набираю прямо вот либо здесь, либо вот тут. Все, в принципе, довольно удобно. Вода закипела. Кладем картошку, морковь, немного посолим, а потом добавим суповую основу. У нас сегодня вот такой вот суп гороховый с беконом. Постепенно суп готовится. Буквально еще несколько минут, и мы будем трапезничать. С поезда у нас вот остались макароны быстрого приготовления. Их сейчас добавим в суп, чтобы он был более такой наваристый и насыщенный. Начинаем ужинать. У нас сегодня гороховый суп с беконом, плюс лапша быстрого приготовления. Ну, также у нас вот будет сушеное мясо. Я уже немного утеплился. Надел пуховую пусту, шапку. Сейчас похолодало. Если как мы сюда пришли, было где-то градусов 22, может 21, сейчас уже 15 градусов. Но погода отличная. Немного вот кое-где летают мошки, или там немногочисленные комары, но их количество совсем не сравнить с уральским. Можно сказать, их вообще нет. Помимо этого готовим вот еще один котелок. Будем пить чай. Буквально 1 минуту через 4 вскипятиться. Ну и все, после этого уже, наверное, будем ложиться спать. Завтра у нас будет трудный, но интересный день. Время без 15.09. Вышли мы к речке Манипах, вот рядом с которой сегодня шли. Любуемся этими просторами. Вот за моей спиной находится пешеходная тропа. Вот именно по ней мы завтра так и будем двигаться. Вон туда, между гор, на перевал. Будем переваливать в долину другой реки. На сегодня, в принципе, мы сделали все дела. Практически идем по графику. Ну, как и хотели, мы особо не торопимся. Сейчас вот пьем чай, едим конфеты и очень скоро пойдем отдыхать. Время 9 часов вечера. Температура все постепенно опускается. Сейчас вот уже 13,5 градусов. И мы отправляемся спать. Вот и наступил третий походный день. Проснулись мы полдевятого. Сейчас уже где-то без 15.09. Сходили, умылись. И очень скоро будем начинать готовить чай и еду. Погода сегодня переменчивая. Вот в долине кольцовки. И вот на нашей речке, где мы ночевали, вот сюда пришли облака. Небо практически полностью затянуто. А вот с другой стороны тут практически безоблачное голубое небо. Сильного ветра нет. Гнуса тоже особо много нет. В общем, погода пока что приятная. Главное, чтобы не было дождя. Так выглядит это место, где мы находимся. Река Манипак и озеро Большая Имада, которое до сих пор прослеживается. Правда только с воздуха, либо с вершин. А это уже вид в другую сторону. Именно здесь мы и будем сегодня проходить. Вдоль реки в лесной зоне. Которая постепенно будет растворяться, когда мы будем набирать высоту, двигаясь к перевалу Северный Чоргору. Кое-где будут притоки, которые будем переходить. Вот один из них, хорошо виден с этого ракурса. Сегодняшний путь точно будет интересный и незабываемый. Ведь это первый перевал, через который мы пойдем. Причем его посещают многие. Начиная от детей и заканчивая очень взрослыми туристами. Для нас сейчас самое главное, чтобы дождик не перепутал наши планы. Дал нам собраться и выйти на тропу в сухости. Чтобы вещи не промокли. А дальше уж пусть поливает. Ведь от него никуда не уйдешь. В горах часто бывает такая погода. Пока есть время, просушиваем спальники и другие вещи, которые слегка влажны. Я вот вчера говорил про водопад, который называется ущелье жизни. Вот здесь вот мы как раз переходили этот ручей. И вот судя по всему, я вот думал то, что водопад именно здесь. Но он находится выше по ущелью, скорее всего, вот метров на 400 или на 500. Мы проходили, можно сказать, его там финальную часть. А вот так вот, скорее всего, он выглядит. Вот в этом ущелье, вот тут, наверное, метров 400, видно там то, что течет вода. Вот так выглядит этот водопад. На завтрак у нас сегодня рис с сушеным мясом. Также вот добавил различные приправы, чеснок, перец и укроп. После этого попьем чай и уже начнем собираться. Время 11 часов. Начинаем сейчас вот постепенно собираться. Температура плюс 18. Ну вот пошел такой небольшой дождик. Даже, можно сказать, не дождик, а изморось или небольшая морось. Сейчас все утрамбуем, свернем палатку на рюкзаки. Скорее всего, оденем дождевики и отправимся в дальнейший путь. Ну а дальше началось. Почти сразу же, как мы стали собираться, пошел неприятный мелкий дождь. Он нас и загнал в палатку. Естественно, сборы откладываются. Выходить дальше в такую сырую погоду нет никакого смысла. Сначала дождь был такой, не сильный. А вот затем он стал повеселее. Периодически он то усиливался, то ослабевал, но не заканчивался. А мы все сидели в палатке, отдыхали и ждали улучшения погоды. Ведь выходить мы хотели именно сегодня. Поход-то у нас только начался. Спустя час дождик практически закончился, но еще немного моросит. Поэтому мы еще будем выжидать, пока он не закончится полностью. Палатка уже вся сырая, придется немного сушить. Поэтому будем все равно пережидать. Отправляемся в палатку. Вот, наверное, сделаем быстрый суп, который вот пакетированный в кружке. Немного посидим, перекусим. Потом, как дождик кончится и палатка просохнет, будем собираться и пойдем в дальнейший путь. Вот так вот мы пережидаем дождь. Приготовили вот по кружке супа. Здесь у нас примерно пол литра чая. И суп будем есть вот вместе с сушеным мясом. Дождик тем временем немножко капает. Но, скорее всего, он уже близок к своему завершению. Дождик закончился где-то, наверное, минут 50 назад. Мы вот уже сложили рюкзаки. Палатка убрана. Сейчас набираем воду и будем выдвигаться в дальнейший путь. Сейчас уже время, 3 часа дня. И мы готовы идти дальше. На сегодня у нас задача следующая. Нам надо будет перевалить в долину реки Пуньёк. Чтобы это сделать, нам придется перевалить через перевал, который называется Чоргор Северный. Сначала мы будем двигаться вдоль речки Манипах. То же самое вот мы делали вчера, просто сегодня будем продолжать этот путь. Потом будет перевал, ну и уже сама река Пуньёк. На этой реке, вот судя по карте, есть много стоянок. Недалеко от них находится база МЧС и еще какая-то база отдыха. За сегодня нам надо будет преодолеть примерно километров 10, возможно немного поменьше. Вот судя по навигатору, до первой стоянки вообще 8,5 километров. В общем, будем действовать по ситуации. Погода сейчас более-менее восстанавливается, хотя все равно еще небо затянуто. Мы уже сразу вот нацепили на рюкзаки дождевики. Палки пока что трекинговые убраны. В общем, у нас все дела сделаны, мы отправляемся дальше. Вот сюда, в верховье реки Манипах, лежит наш сегодняшний путь. Видно то, что вот горы находятся под облаками. Погода сегодня, конечно, не особо для туризма, но главное то, чтобы не было дождя, когда мы будем идти через перевал. Вот пока что он кончился, вроде как более-менее все нормально. Вот такая вот тропа идет дальше в верховье. Кстати, вот когда мы выходили, высота была 390 метров. Похоже, практически сразу же начинает моросить маленький дождик. Сегодня нас опередила вот одна группа с детьми. Их было четверо. Они, наверное, часов в 11, может, прошли. Вот мы теперь идем, можно сказать, по их следам, в верховье реки. Вот какой шикарный вид проходим. Огромный валун и быстрая река. Ну и тропа вот идет прямо рядом с этой речкой. Практически постоянно идет такой вот небольшой пологий подъем. Много всяких коренев. Курумник. Сейчас вот еще на листьях вода. Поэтому, когда их задеваешь рюкзаком, тебя вот немного поливает такой неприятный дождик. Вот такое необычное место показалось. Такая низина. И здесь вот лежат огромные валуны. И тропа проходит именно в этом месте. Вообще шикарный вид. Вот и показался первый ручей за сегодня. который надо будет проходить. Спускаемся в его небольшую долину. Вот такое здесь шикарное место. Настоящий небольшой водопад. А туристическая тропка проходит вот здесь. Выстиланы камни. И вот идет такой подъем вверх. 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 Серьезное препятствие на сегодня пройдено. Двигаемся дальше. После преодоления ручья тропу находим быстро. Вот и теперь продолжаем идти дальше в верховье реки. Красивые виды здесь. Речка вот прямо рядом. Буквально тут два метра до нее. И тропа хорошо пробита. Вот такая каменная дорога. Все ведет нас дальше. При переходе сейчас вот по Курумам. Надо быть очень осторожным. Потому что они скользкие. Могут быть подвижны. Торопиться вообще нельзя. Надо каждый шаг контролировать. Желательно конечно идти с трекинговыми палками. Чтобы было не две точки опоры, а четыре. Тропка вот чуть-чуть отошла от реки. Справа должен быть вот похоже небольшой какой-то приток. Сейчас вот здесь воды не видно. Буквально вот метров тридцать назад вода была. Вот такие здесь интересные места. Только поднялись вот на такую возвышенность. Зона леса постепенно остается позади. Вот сразу пошел дождик. А мы держим путь в Верховье. А виды становятся все красивее и красивее. Вот тропа идет. А справа находится вот такой вот небольшой водопад. Вообще красота. Красота. А мы идем дальше вдоль вот таких красивых мест. Тропа прослеживается. Сейчас наш путь будет вот идти вдоль ущелья такого. Вон туда в Верховье. Виды просто обалденные. Вот здесь кто-то тур такой сложил. Прямо рядом с тропой. Дождик, кстати, практически кончился. Небольшая изморозь, которая, можно сказать, никак не мешает двигаться. Мы все равно вот пока идем, все сырые. Потому что рюкзаки все равно что-то весят. А дождик немного охлаждает. И уже не чувствуется такой вот мокрости от дождя. В целом все отлично. Ягоды, кстати, сейчас есть практически во всех местах. Если вот рядом с Гольцовкой и с поселком Иммандра там их было очень мало. Потому что, наверное, туристы, да местные выбирают. Так здесь вот, если уйти немного вглубь, в горы. Даже вот буквально километров на десять. Тут уже встречаются ягоды. Вот еще один справа такой небольшой водопад. Рядом с ним проходит тропа. Вот какой-то отрезок. Тропа проходит прямо рядом с рекой. Вот идем. Идет турист. Немного другим маршрутом, похоже, шел. Встретили сейчас вот одиночного туриста. Уже мужчина в возрасте. Идет бодро. Говорит, сейчас не вымундру. А еще будет несколько дней ходить по хибинам. Недавно вот он прошел перевал, на который вот мы идем. Он сказал, что там есть снежник. Вот. Говорит, либо идти по нему, но надо быть аккуратным, потому что он скользкий. Вот. Либо, если будет возможность, то его лучше обойти. В общем, будем действовать по ситуации. А мужчина молодец. А у нас тем временем снова пошел дождь. А вот так мы двигаемся. Узкая тропа петляет, обходя опасные неприятные участки. Либо большие валуны, как в этом случае. Вдоль дороги пока еще растут маленькие корявые березки, с которых на нас, а точнее на первоидущего, сливается основная часть воды, которая находится на ветках и на листьях. Преодолели за сегодня практически два километра. Остановились в красивом месте, сидим, отдыхаем. До вершины перевала, судя по карте, примерно 3 километра и 300 метров. Необычный вид нам открылся. Именно вот оттуда мы пришли. И теперь вот в эту долину летит вот такое вот облако. Причем оно движется очень быстро. А мы поднимаемся дальше. Тропа также вот видна. Хорошо пробита. Дождь, кстати, вот он опять начался, потом сейчас вот кончился. Но все вокруг сырое. Так же, как и мы. Вот, кстати, справа похоже на какой-то водопад. Возможно, ручей бежит вот из той долины. А рядом с тропой находится вот такой огромный валун. Это просто нереальный вид. Облако движется вообще с большой скоростью. И вот оно входит в долину Монипака. Классно. Валун, конечно, здесь вообще к месту. Тут надо вот аккуратно идти по Курумнику. Каждый шаг надо контролировать. У нас, кстати, вот появилось солнце. Конечно, сквозь облака. А вот это облако так вот и стелется. Вот над этой долиной. А вот здесь вот такой красивый водопад. А вот здесь идти вообще обалденно. Ровная поверхность. Там видно то, что тропа, дорога. Идти здесь приятно, быстро и эффективно. Скорость тут хорошая. Постепенно набирая высоту, лес и более-менее большие деревья остаются позади. Уже сейчас нам попадаются только кустарники. Ну, быть может, еще небольшие, отдельно стоящие березы встречаются. Но это все реже и реже. Уже очень скоро окружающие нас виды изменятся еще сильнее. Избавившись от леса, долина Монипака стала просматриваться совсем по-другому. Обзор открытый и чистый. Теперь можно сказать, нам ничто не мешает лицезреть на горы в новом виде. Они становятся все ближе и ближе. И уже очень скоро начнется подъем посерьезнее. А мы тем временем постепенно подходим к перевалу. И судя по карте, по навигатору, до его вершины остается идти примерно 2 километра и 800 метров. Ну, двигаемся в ту сторону по трапе. Избавим ocupарен. Все отвезли на плаваю. Эти, убитыados л dlм в estoy. Перезвучат на плаву с пятерами. ПО обеспечиваем. снова наконец-то подошли к реке вот впереди облака места красивые а самое главное то что дождик кончился хоть мы и сырые но идти без дождя все равно намного лучше и приятнее справа вот показался просто огромный валун гигантский камень здесь находится вообще пейзажи просто здесь нереальные как в кино тропа здесь вот немного опасно проходит над обрывом здесь надо быть аккуратным палки конечно трекинговые здесь лишними точно не будут вот так вот как тропа идет идет и вот дальше туда где-то там уже будет перевал вот очень скоро за этим вот холмиком нам откроется новый красивый вид а так вот выглядит долина откуда мы пришли облако которое сюда зашло его вот унесло теперь здесь обзор очень такой хороший сейчас вот высота 570 метров уже набрали где-то 180 метров по высоте за сегодня но это еще не предел основной набор будет когда будем штурмовать перевал он до тропа хорошо прослеживается а мы здесь остановились вот из-за такой находки как кого-то подвела обувь вот лежит ее подошва всякое бывает в горах конечно но мы идем дальше возможно скоро остановимся и приготовим по-быстрому чай перед штурмом перевала хотя конечно будем действовать по ситуации вот вроде только немного начали подсыхать опять заморосил какой-то неприятный мелкий дождь высота 600 метров так вот постепенно мы поднимаемся ручей вот остался пока что немного справа от нас вот идет легкий подъем вот такая вот дальше показалось мощная стена остановились могут в таком месте решили вскипятить по кружке чаю до вершины перевала это два километра и 100 метров после чаепития продолжаем идти дальше вот тропа судя по навигатору как-то вот так вот идет мы решили вот немного здесь сократить как раз где надя нам находится ручей сейчас его переходим и идем туда дальше верховья реки я немного утеплился на термуху надел ветрозащитную куртку шапочку так идти немного комфортнее потому что здесь уже скорее всего немного прохладней и дует неприятный ветер вот такой вот здесь ручеек в некоторых местах вот угадывается такая маска теле заметная тропка здесь она не примут ярко выраженная но все равно она есть он только вышли и снова зарядил мелкий неприятный дождь по куруму идти надо очень аккуратно снова подходим к речке манипак вдоль которой идем вот она справа от нас а мы вот так вот немного траверсируем и поднимаемся все выше и выше сейчас высота уже 620 метров он такой нереальный вид в долине этой реки а тропа вот так вот и угадывается и вот сейчас будем проходить дальше и дальше в то ущелье возможно сейчас тропа будет спускаться все ниже к реке потому что здесь уже так круто получается вот как раз внизу течет нужная нам речка вот такой дальнейший вид открывается мы шли поверху здесь вот скорее всего тропы нет идти очень опасно поэтому спускаемся вниз и внизу тропа хорошо прослеживается странно что она потерялась это место оказалось не только красивым но и опасно мы шли сверху по тропе причем мы нигде не заметили чтобы тропа спускалась к реке сам спуск особой сложности не представляет хоть склон довольно крутой и есть сыпуха идти надо очень аккуратно чувствовать куда наступаешь и не торопиться и лучше идти с трекинговыми палками хотя в некоторых местах они мешают и там лучше держаться руками за камнем спустились мы вот с этого чудо место вот тропу которая вышла снизу прям вдоль самой реки мы как-то не заметили а поверх уйти слишком опасно и там еще непонятно проходит ли тропа а так вот вдоль этой речки вот тропа хорошо видна здесь вот такой вот красивый водопад тропа вот проходит рядом с водопадом невероятные просто фантастические виды а сзади выглянуло солнце еще периодически вот летают комары с таком небольшом количестве штук по 5-6 но они конечно немного надоедают а вот уже показался перевал куда мы идем это северный чурго издалека он выглядит совсем небольшим и не представляющим особых трудных но это конечно все не так смотри радуга обалденное зрелище вот эта красота кстати вот идем по этой вот тропе она в принципе видна и здесь прослеживаются вот следы от рейкинговых палок их здесь очень много 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 причем такие свежие у нас люди ходят и очень часто ну и сегодня тоже ходили а радуга вообще просто обалденное вот такой у нас трудный подъем в сторону перевала северный чургор расслабиться вообще не удается вот так вот приходится тут аккуратно ползти держим путь вон туда наконец-то мы обнаружили где находится перевал вот так вот он выглядит вот небольшая перемычка между между двумя вершинами и вот этот перевал называется чургор северный именно туда мы и направляемся что-то могут немного неправильно пошли сейчас высота 840 метров она будет спуститься вниз и вот уже потом подниматься на перевал северный чургор вот такие здесь виды так выглядит подход к перевалу можно сказать мы находимся на плато у его подножки тут везде курумник некоторые камни подвижны ходить тут надо очень внимательно время 20 часов 10 минут сейчас высота 835 метров находимся вот на таком плато здесь много выложено каких-то надписей из камней скорее всего они будут с перевалу прослеживаться вот такой нам предстоит путь есть как было два варианта вот слева и справа мы решили идти слева все отправляемся на перевал северный чургор двигаемся сейчас по тропе сумели и и подсечь как-то она сначала потерялась из виду сейчас она прослеживается и видны следы от трекинговых палок парка раз сегодня группа тут и проходила сидим отдыхаем на высоте 866 метров вот любуемся на долину откуда пришли и вот вдалеке виднеется озеро большая имандры вот над ним солнце такие дождевые облака ушли погода сейчас более-менее такая хорошая все вот приближаемся к перевалу вот так вот он выглядит немного еще снизу продолжаем осторожно двигаться к седловине на перевале вот немного отошли правее будем идти сейчас вот так вот как бы вот чуть левей а потом пойдем правее возможно так будет немного положи на подъеме тропа очень часто теряется из-за камней если снизу она прослеживалась и можно было проложить виртуальный путь то сейчас приходится идти в основном по своим ощущениям лишь иногда попадая на эту тропу высота 910 метров местами появляются такие плохенькие тропы видны следы на мы двигаемся он туда высота 930 метров практически уже подошли к седловине перевала он там уже видно то что все пологая тропа не прослеживается то через низ вот этот давай через низ туда пойдем может тем временем близки к самому перевалу к его такой точке главный до нее остается примерно 270 метров вот такие вот здесь виды а вот отсюда мы пришли вот ущелье реки манипах и вот вдалеке озеро большая имандра сейчас кстати высота 933 метра подходим к центральной части перевала основная высота набраны дальнейшие участки должны уже быть более пологие но тут тоже не все так просто большие камни тормозят наше передвижение некоторые из них скользкие и неудобные для ходьбы тому же вот по таким местам вообще не получится идти быстро если за спиной тяжелый рюкзак еще немного нам остается преодолеть откуда-то сверху течет ручей возможно ледник и вот здесь вот виден такой вот небольшой как раз ледник который находится справа от нас мы его будем огибать вот слева вот слева со скалы стекает какой-то ручеек а мы все-таки решили идти по низу вот рядом с этим ледником возможно ближе к этой скале тоже есть тропа но как-то опасненько тут наверное будет чуть-чуть безопаснее вот отсюда мы пришли сюда продолжаем держать путь вот уже два или три раза встречалась вот такое место подъем потом спуск и потом вот опять подъем вот отсюда мы пришли а вот сюда мы идем здесь показался вот такой снежник или ледник и вот скорее всего вот там где он кончается примерно тут как раз 100 метров и там наверное уже самый центр перевала и потом уже должны будем идти вниз вот такое здесь неприятное место подходим вот к этому снежнику здесь большие валуны надо как-то преодолеть посмотрим небольшой фрагмент нашего перехода до первого большого ледника через огромный курумник который кое-где сырой и скользь тут показано можно сказать наша реальная скорость идти быстрее в таких условиях просто невозможно в этой местности главное проложить правильный путь камни надо чувствовать подвижные они или нет надо к проложить туда где-то кто-то х кто-то 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 время без 20 10 мы спустились вот на такой интересный снежник скорее всего нам надо будет 2 час немного подняться и там наверное будет главная точка этого перевала скорее всего но потом уже будем спускаться вниз приближаемся в главной точке перевала вот здесь какие-то обозначения видны возможно там мы найдем записку у нас с собой нет сожалению не бумаги чтобы написать не ручки поэтому просто если записка будет ее снимать не будем просто прочитаем задокументируем и пойдем дальше на главной вершине перевала находится вот такая вот мемориальная табличка мы уже практически подошли к туру вот он справа от нас находится сейчас я туда схожу посмотрю что там и уже вот отсюда прослеживаются дальнейшие горы показываю окрестности перевала северный чергор вот именно отсюда мы пришли только что выдвигались по этому снежнику нас вот окружают такие скалы здесь находится вот это вот мемориальная табличка а я стою рядом вот с таким туром сейчас посмотрю если здесь записка прочитаю ее вот и оставлю а вот это дальнейший вид на речку куньёк вот именно туда мы и пойдем вот такую записку мы обнаружили девочка маша папа сергей и два лесятка арнольд и арчибальд приветствуют вас но скорее всего игрушки когда с нами еще один папа иван с дочка лизой мне 10 лет я в хибинах уже третий раз а вы лиза с иваном например тут впервые мы снова путешествуем по хибином и зашли на перевал северный чергор сегодня 10 08 время 16 08 надо сказать мы двигаемся тоже тоже 10 08 но время сейчас где-то пол десятого вечера погода отвратительная но на самом деле сейчас она уже нормальная стала настроение у нас тоже неплохое держите сувенир на память читайте о наших походах с папой в группе вконтакте вот она тут написано и инстаграм тоже указан записку переворачиваем тут такая информация сняли записку туристов клуб приключений город старый оскол кстати вот записка намокла но ее здесь оставляем она была вот в такой баночке в пакете не вот в этом заварники все сейчас сюда складываю и будем двигаться дальше время сейчас без пяти десять в этот тур я вот все возвратил назад вот чайничек укрыл его камнями принципе все так и было и здесь вот чем мы еще увидели есть вот еще такая табличка вот так вот выглядит наш дальнейший спуск на речку куньёк вид просто обалденный вот такой вот снежный аккуратненько там вот отсюда когда идешь все выглядит очень круто я думаю сейчас мы пройдем немного по снежной вот такой здесь опасный спуск все в таком снежном леднике мы будем двигаться ближе к скале много тут конечно опасненько следы вроде здесь можно вот тут идти но вниз наверно вряд ли вот так как все выглядит он такой вид открылся вот рядом с этим ледником нам придется идти небольшую часть пути прошли продолжаем вот эти вдоль ледника идти здесь конечно очень опасно вот так вот выглядит перевал откуда мы пришли огромный вот этот ледник очень мешает идти двигались вот вдоль него слева а тропа нас ведет вот тут вот где-то тут спускались ну что леднику нереально сейчас будем аккуратненько спускаться туда вниз он такой здесь интересный вид начинается дождик очень вовремя время сейчас полодинства вот оттуда мы идем где-то вот на самом перевале была высота 970 метров сейчас уже сбросили практически 50 метров и вот так вот выглядит наш дальнейший путь и вот как бы вот чуть слева похож у кого-то горит костер опустились уже ниже 900 метров вот возможно чуть дальше вот буквально ту 10 метрах прослеживается тропа вот уже начинаются такие сумерки но еще все равно обзор в принципе нормально но вот идет неприятный дождь понемногу сбрасываем высоту сейчас находимся на высоте 860 метров вот так вы выглядят долины реки тропа вот местами угадывается но иногда она теряется особенно когда большие валуны подошли мы вот к очередному такому туру не знаю вот виден он или нет у нас освещение мне кажется лучше чем в камере в общем тут вот на большом валуне кто-то поставил такую пирамидку из камней которая вот говорит то что здесь проходит тропа и вот как раз я ее очень отчетливо вижу 810 метров наверно сейчас вообще ничего не видно но тропа прослеживается и освещение нам хватает для дальнейшего движения время полночь уже камера совсем ничего не передает сейчас нас высота 725 метров уже вот слева от нас журчит ручей и мы идем туда в долину время примерно пол второго сейчас у нас 400 метров по высоте уже практически спустились в низину время без двадцати три показываю такой ночной пейзаж рядом с речкой у неё он донет буквально метров четыреста пятьдесят вот такая вот здесь долина вот это как я уже говорил либо какой-то приток и и либо там ответвление в общем все так это выглядит и судя по всему вот тут эту реку или вот это вот ответвление переходит вброд вот и тут дальше потому что там еще есть лагеря различные то бишь стоянки несколько штук там как здесь там-то в нескольких местах расположиться можно но мы решили не идти вы все хватит сегодня вот так выглядит долина в другой стороне вот здесь я сейчас набрал воды набрал полторашку еще котелок сейчас будем наверное кофейку попьем может приготовим поесть расположились мы как бы получше сказать в общем на таком месте который как бы не совсем подходит для стоянки мы вот проходили буквально метров сто там стояла палатка чуть стране от нее стоял другая палатка вот эти вот стоянки они были показаны на карту мы же встали вот прям рядом с рекой палатка влезла и вроде даже как удобно понятно что все здесь сыро потому что мы были дожди и вообще поверхность такая здесь влажно но расположились нормально еще вот еще открылась нам это вот если посмотреть над палаткой об вот оттуда мы пришли тот самый перевал с которым мы переваливали это было очень трудно все идем готовить наверное больше сегодня включаться не буду до завтра спокойной ночи наступило наше первое утро в долине куньёка в 9 утра мужа на нога слишком сильно греет солнце находиться в палатке невозможно погода чудесно дует легкий ветерок еще ночью когда мы спускали с перевала было понятно что мы останемся тут на дневку надо хорошенько отдохнуть перед дальнейшим движением вчера когда мы выходили со стоянки наша палатка была сырой она просто не успела высохнуть в пасмурную влажную погоду но за сегодняшнее теплое утро палатка отлично просохла прям возле нашего лагеря находится северной дары природы растет черника и брусника глубика кстати тоже есть а там где есть лес растут даже грибы вот так вот выглядит наш лагерь так как мы решили сегодня вот устроить дневку и остаться именно на этом месте решили просушить вещи стоят вот рюкзаки кофты куртки носки спальники все вот развесили чего было такое влажное пускай просушивается а то как-то все такое немного вот сыренькое и влажное хотя сейчас вот солнце скрылось долина реки под такими облаками главное чтобы не было дождя а это долина куньёка наверное самое обжитое место в хибина слева видна поляна там находится мчс и база отдыха люди там всегда есть по центру экрана прослеживается дорога которая идет на перевал южный речер слева гора речер высотой 1017 метров а справа куэльпор 901 метр по высоте теперь посмотрим назад это есть перевал северный чоргор именно через него мы вчера переходили хорошо видно что внизу есть лес его много как раз там и находится наш лагерь а вот дальше все набирая высоту лес заканчивается и на смену ему приходит курумник с этой стороны перевал выглядит более солидно и тяжелее от манипакха вид его более пологий хотя это только издалека и на видео в реальности когда ты идешь с рюкзаком по этому перевалу его масштаб и сложность совсем другая сидим мы вон готовим чай и тут об трое туристов переходит вот этот приток идут в сторону речки куньёк куда пойдут дальше непонятно к нам они не заходили прошли сразу мимо нас это нас сегодняшний завтрак греча с различными приправами сушеное мясо чай оставшийся и вот такой прекрасный вид на хибины время сейчас третий час дня мы продолжаем находиться на наши дневки в этой прекрасной долине на сегодня у нас особых дел нет вот поели гречку сушеным мясом немного отдохнули и скорее всего чуть попозже сходим прогуляемся недалеко вот от этого места должно находиться несколько стоянок рядом вот находится база мчс и еще какая-то база отдыха возможно прогуляемся до туда погода сегодня переменчивая над долины очень часто плывут облака такие дождевые даже упала несколько капель но сейчас вот светит солнце с этой стороны солнце если посмотреть в другую сторону там вообще голубое небо в общем погода как обычно в горах меняется очень часто но в целом сегодня погода можно сказать просто шикарная хотя температура около 20 градусов вообще не жарко и периодически дует холодный такой ветерок мы находимся вот рядом с речкой куньок с каким-то его ответвлением и практически стоим на тропе в связи с этим рядом с нами я не могу сказать то что очень часто но иногда проходят группы так вот в одну сторону сторону перевала откуда мы пришли так и в другую туда в сторону мчс тоже проходила сегодня группа в общем народ здесь есть насчет гнуса я могу сказать следующее особо много комаров вот в данный период нет комары конечно летают но скажем так они особо не донимают если вот сравнить с полярным уралом то это вот вообще вне всяких сравнений может кстати тоже очень мало вот на полярном урале очень много тут ну минимальное количество находиться в таких условиях очень комфортно решили пообедать на газовой горелке приготовили вот по порции макарон также вот скипятили кофе сейчас поедим наверное чуть позже сходим на прогулку время пол шестого покидаем окрестности нашего лагеря идем на небольшую прогулку будем перебираться через речку пойдем смотреть близ лежащие стоянки возможно зайдем на мчс собой взяли легкий рюкзачок ценные вещи идем сланцах потому что ботинки у нас можно сказать на просушке чуть-чуть влажные или немного даже сырые поэтому они там лежат сохнут а мы надели легкую обувь который очень удобно для лагеря вот и двигаемся в сторону лагерей различных вот такой красивый вид открывается на наш лагерь стоит палатка и сзади с ледником перевал северный чергор красота дальше вот наш путь проходит по такой хорошей натоптанной тропе идем в сторону речки куньёк и скорее всего этот тропа наверное идет туда к мчс и к базам отдыха мы все двигаемся вот по этой хорошей набитой тропе идти здесь очень приятно до лагеря который должен быть на речке куньёк до 1 примерно 250 метров вообще расстояние вот от нашего лагеря где мы остановились на речке куньёк примерно метров где-то 400 немного влево будет находиться мчс и там еще должно быть быть несколько лагерей сейчас мы двигаемся во два флиски но под вечер погода стала более такая теплая идти можно сказать жарко даже если у нас в лагере иногда ветерок и причем был такой холодный во флиски было нормально сейчас вот эти здесь немного жарко и ветра нет здесь вообще кругом лес вообще красота здесь подошли мы к речке куньёк вот так она эффектно выглядит чтобы к ней подойти надо спуститься вниз протекает она в очень интересном месте рядом вот находятся стоянки вот здесь вот стоит какая-то группа пара палаток местность здесь красивая повсюду деревья очень много всяких троп которые ведут в разных идут которые в разные направления и рядом с той стояночки находится вот такая вот шикарная можно сказать оборудованная стоянка костровище лавочки и большая такая поляна чтобы поставить палатки вот такая вот здесь красота а нам судя по всему вот немного вот налево надо будет вот и выйдем туда к мчс а вон там кстати люди на нашем пути попалась очередная крохотная вот такая стоянка и на дальнем фоне уже показались строения вот как раз там находится мчс и база отдыха подошли мы в нужное место вот судя по всему здесь находится вот баня от базы отдыха вот такой мост чтобы перейти речку туристов здесь очень много вот пока мы тут стояли уже трое людей прошли рядом еще на стоянках куча народа всякие здесь домики в общем туризм здесь развивается но мы сейчас перейдем на ту сторону и немного прогуляемся вот и цивилизация среди гор тут находится несколько строений есть база мчс и база отдыха надо сказать что цена там очень недешевая шоколадка типа сникерса и твикса по 100 рублей а пельменям 300 рублей правда какая порция мы не знаем также тут продают сувениры футболки и магнитики а мы сейчас идем в нашу сторону вот откуда пришли только можно сказать по основной такой дороге попробуем посмотреть если еще один брод через речку тут наверно до него может метров 600 вот если там будет более-менее нормально попробуем перейти а иначе нам придется возвращаться назад двигаемся сейчас параллельно с речкой куньок только уже с другой ее стороны и нашли вот такую вот находку полу разобранная машина а дорога выглядит вот так вот она сейчас идет вдоль реки и наверно метров через 500 судя по карте может быть там брод может еще чего-нибудь будем смотреть вот уже внизу слышим шум реки сейчас вот спускаемся с этой возвышенности и будем смотреть можно ли эту речку там преодолеть а это предполагаемое место брода оно отмечено даже на карте вода в реке ледяная ноги очень быстро замерзают перейти конечно тут можно хоть относительно глубина и есть на некоторых фотографиях даже дети тут переходят но мы решаем этого не делать а по дороге и через мост вернемся в наш лагерь хотя конечно если перейти тут то мы бы очень быстро оказались в нашем лагере а так придется все обходить путь назад уже хорошо знакомой дороге не вызывает трудностей и неудобств буквально за несколько минут мы находим до моста где нас чуть позже обгоняют велосипедисты надо сказать что некоторые туристы приезжают сюда на своих железных конях и конечно не особо много ведь большинство все-таки передвигается на машину ну вот уже практически подошли к нашему лагерю вот такой открывается великолепный вид и как раз вот рядом с нашей палаткой находится брод и вот переходит какая-то группа время 10 час вечера мы начинаем готовить ужин сегодня нас по плану суп харчо добавили вот уже картошку морковь сейчас будем добавлять саму суповую основу минута за три до готовности мы еще добавляем лапшу быстрого приготовления таким образом супец у нас получится еще более наваристый вот и подходит концу сегодняшний день отдыха мы отлично передохнули и набрали сил при всем при этом мы осмотрели окрестностям нашего лагеря прошли за сегодня всего 4 километра а общий километраж от имандра равен 26 километров пару слов скажу про газовую горелку ее я взял впервые в долгий поход пока мы пользовались только маленьким газовым баллон и сумели приготовить еду 7 раз и еще раз десять точно кипятили воду для чая и кофе горелка очень неплохая только если в группе не более двух человек для трех ее уже не хватит вечером немного похолодало температура около 16 градусов все дела на сегодня мы сделали пора ложиться отдыхать тут мы пробудем еще два дня сходим на озера и на перевал южный речер а уже затем будем двигаться на юг в город кировск